Предприятия потребкооперации Брещины уже давно вызывали у контролирующих органов вопросы на предмет, мягко говоря, не совсем блестящих результатов работы. В прошлом году все РАИПО области не выдержали экзамена по розничному товарообороту, объявам закупки сырья и сельхозпродукцию населения, а также по воловой добавленной стоимости. Как следствие, постоянное снижение удельного веса потребкооперации и убыточность местных РАИПО. В ходе масштабных проверок список сомнительных достижений пополнился и настоящими преступными нарушениями с коррупционной окраской. За время этой проверки возбуждено 7 уголовных дел коррупционной направленности с коррупционной окраской. Из них это 4 выманения кредитов, 2 превышения служебных полномочий должностным лицом, 1 должностной подлог. 6 из этих дел возбуждено в отношении руководства Кобринского РАИПО, где работа по исполнению законодательства о борьбе с коррупцией вообще, конечно, находится на неналежащем уровне. В Кобринском РАИПО без обоснования какого-то, без объективной необходимости, без проведения требуемых процедур, в прошлом году, по-моему, было приобретено административно-бытовое здание по цене в 23 раза превышающую первоначальную стоимость, по которой месяцем ранее данный объект переобрел индивидуальный предприниматель. И потом в 23 раза дороже продал нашему РАИПО. И эти случаи не единичны. Лавры победителя по количеству нарушений наряду с Кобринским разделила Столинское РАИПО. Правда, букву закона представители этой потребкооперации приступили в сфере защиты прав потребителей. А именно, были уличены в реализации продукции с истекшим сроком годности, что является серьезным нарушением санитарных норм и правил. К сожалению, на этом череда проступков в отношениях законодательства со стороны РАИПО Бречины не заканчивается. Мы проверили лично комитетом 40 объектов. Во всех объектах без исключения установлены нарушения. Причем в каждом третьем – это реализация товаров с истекшими сроками годности и соблюдение ассортиментных перечней. В каждом втором – отсутствие полной достоверной информации для потребителя, полное отсутствие какой-либо выкладки товаров и прочие нарушения. Подводя итог прокурорской проверки, скажу, что по ее результатам прокурорам внесено 14 представлений об устранении нарушений законодательства руководителям различного уровня. 24 человека привлечено к административной ответственности за совершение целого ряда правонарушений касательно и обращения граждан, и нарушения санитарных норм и правил. Кроме того, несколько лиц официально предупреждено, привлечено к дисциплинарной ответственности, ну и возбуждено, как я сказал, всем уголовных дел. На совместном заседании коллеги Комитета государственного контроля и прокуратуры Брестской области были обобщены все материалы, касающиеся результатов комплексной проверки контролирующих ведомств региона. По итогам отчетной документации представители прокуратуры Комитета государственного контроля МЧС ОВД, а также Центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья внесли соответствующие предложения, которые будут направлены для дальнейшего рассмотрения в компетентные органы.